Многие ученые утверждают о том, что успех коммуникации во многом зависит от уровня эмоционального интеллекта. В настоящее время имеются еще недостаточно исследований, направленных на сравнительное изучение особенностей эмоционального интеллекта, в том числе и у детей с разными видами одаренности. Приобщение одаренных школьников, занимающихся научной деятельностью к научной коммуникации, является одним из важнейших направлений развития. Цель нашего исследования разработать психолого-педагогическую программу для одаренных подростков на основе представлений о структурных компонентах саморегуляции и эмпирически проверить ее эффективность на базе образовательного центра «Сириус». В данном случае есть ответ на вопрос, что дальше, и судя по дискуссии, есть еще дальше, дальше, дальше. Потому что здесь есть смычка, здесь есть соединение очень интересных наблюдений социолога, но, правда, можно уточнять, каким образом оно было сделано и как можно было бы улучшить это, и психолога, и педагога. Если мы не можем дойти до каждого школьного психолога, то в регионах есть такие центры, например, как наш, которые абсолютно точно должны вот здесь подхватить эту историю и смотреть, что с ребенком дальше происходит. 24 дня – это действительно все-таки очень короткий срок, а дети, на самом деле, эти требуют особого внимания и особого сопровождения. Мне кажется, действительно, эта работа по влиянию на медийное поле в сфере образования одаренных детей чрезвычайно важна. Скажите, пожалуйста, была ли апробирована ваша модель? Да, она была апробирована на базе регионального центра в республике Адыгея. На мой взгляд, эта тема была как раз очень своевременной, потому что на самом деле у региональных центров, которые сейчас создаются, это серьезная проблема создания финансовой модели, потому что они, как правило, имеют непростую, довольно сложную структуру, часто распределенную. И вот организация всех этих процессов – это совершенно нетривиальная задача. И когда Юлия Арнгольдовна обратилась с предложением, чтобы центр в Адыгеи был такой площадкой, то мы с радостью это предложение восприняли, и их, так сказать, рекомендации и вся их деятельность были очень полезны для центра. Школьникам, одаренным школьникам, которые занимаются наукой, проектами, исследованием, очень важно знать, какие есть современные платформы для продвижения своих научных идей, фестивали, конференции, на которых могут участвовать школьники. Следующее – это современные научно-популярные блоги, которые выпускают ученые, исследователи, научные подкасты, когда можно все свое исследование рассказать за 15 минут, очень понятно и четко. Поэтому вот именно распространение, чтобы школьники знали с раннего, так сказать, этапа своей научной деятельности, какие же есть вот эти вот платформы, это все включено вот в эту программу. Ключевой вопрос – это кадры для региональных центров. И вы заметили, что на данный момент только 16 полноценно функционируют, а остальные не функционируют просто потому, что нет действительно тех людей, которые могли бы там эффективно работать. Но тут есть такая проблема. То есть вот очень важно действительно, что сформированы эти рамки, которыми бы они могли пользоваться, некоторые инструменты. Некоторые центры, они, конечно, не знают действительно, как формировать педагогические коллективы для соответствующих смен и программ. Но на самом деле есть такие регионы, в которых, собственно, и вообще нет никаких педагогических кадров. Оценка кандидата на должность не ограничивается только компетентными картами. Туда действительно входят тесты, кейсы, психологический прогноз и другие позиции, которые мы предложили в данной работе. У нас не стояло целью наполнить содержательно каждый компонент нашей методики. То есть мы предложили структуру, предложили блоки, модули, которые по содержанию будут наполняться уже специалистами отдела регионального сотрудничества учебно-методического центра. Можно сказать, что одним из достоинств нашей работы является то, что она сделана в результате коллаборации из трех составляющих. Это магистрант, университет в лице научного руководителя и работодатель в лице структурных подразделений Сибириуса. Безусловно, собираюсь продолжать работу в этом направлении, потому что достаточно получилось практически ориентированный тренинг, и на самом деле у детей были потрясающие эмоции, и коллеги уже взяли в работу этот квест, и в дальнейшем он будет уже реализовываться там совместно с другими департаментами. Насколько ваша модель учитывает стартовые условия, в которых находится регион? Ну, Томская область достаточно благополучная в этом смысле, регион там, регионная система работы с талантливыми детьми всегда существует, но есть регионы, в которых ничего нет. У социальных партнеров, у абсолютно всех, то есть был запрос на то, чтобы учащиеся не просто осваивали набор каких-то знаний, предметных компетенций, а для того, чтобы они учились также их применять на практике, чтобы они учились командообразованию, чтобы они могли презентовать то, что они знают. Надо бы записать ваши вещи, размножить, и на этом примере учить, как надо подавать информацию, которой вы владеете в совершенстве. Вы очень убедительны. Успехов! Наверное, вы могли найти, что все-таки у нас очень доброжелательная и вместе с тем строгая комиссия. Строгая и вместе с тем доброжелательная. Рецензенты блистательные абсолютно, да, блистательные. Серьезней их анализ, да. Невозможно абстрагироваться. В целом, совершенно замечательно наши магистранты были подготовлены, поэтому им присваивается или присуждается, я уже не знаю, как это сказать лучше, высокое звание магистра. И мы бы очень хотели вас с этим успехом поздравить. Мы желаем, чтобы ваши мысли, которые есть у всех, независимо от того, какие отметки были получены, да, чтобы эти мысли превратились в идеи. Основания для наших гаданий существуют. Большое вам спасибо за вашу работу. Наша программа – это место встречи настоящих единомышленников. Уникальность магистратуры в инструментах, которые используются для воплощения в жизнь. Это такие программы, как Teams, Stream, Forms и, конечно, принцип Action Research, который лег в основу всей программы. Одной из особенностей нашей программы является то, что она представляет из себя открытую систему. То есть для нас очень важно для магистрантов показать это столкновение точек зрения, существование различных теоретических подходов, различных технологий. Дистант, конечно, позволил обеспечить автономность и независимость программы от внешних факторов, таких как физическое нахождение спикера в настоящий момент времени. В этом смысле программа сыграла на опережение, поскольку два года назад предсказать те изменения в мире, которые произошли весной этого года, никто не брался. Какие компетенции приобретают магистранты? Это и способность к самостоятельному освоению, использованию новых методов исследований, профессиональная коммуникация и в целом 4К, конечно, критическое мышление, креативность. Это готовность взаимодействовать с различными участниками образовательного процесса, социальными партнерами, стейкхолдерами. Готовность проектировать дальнейшие образовательные маршруты. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова